Тренеры дают своим воспитанницам последние установки. Место, не занятое под трибуны, и ринг – одна большая площадка для разминки. Соревнования проходят в зале первой образовательной школы. Места хватает для почти двух сотен участниц, наставников, а также любителей бокса. Главные героини по названию турнира – Олимпийские надежды. Здесь те, кто уже в ближайшем будущем составят костяк сборной России, в том числе и на летней Олимпиаде, которая пройдет в 2020 году. Претендентки со всей России Андрей Жигалов приехал на турнир из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его воспитанница впервые принимает участие в подобных соревнованиях. Отлично, все нормально. То есть там у нас жилье, пансион полный, тренироваться, езди, погода хорошая, все идеально. Дарья-14. Она из Ханты-Мансийского автономного округа. Занимается в школе Олимпийского резерва. На соревнованиях такого уровня впервые. Говорит, что мероприятие ответственное, но главное собраться и не волноваться. Боксом девушка занимается два года. Мне именно бокс понравился и всех видов спорта. Ну вот что-то такое в нем есть, поэтому понравился. Ну я могу, например, поездить по разным городам, там всякое, увидеть многое с боксом. На севере уже минус 30. В центральной части, пусть и небольшой, но тоже минус. Многие участники ненадолго вернулись в теплую золотую осень. Я хочу пожелать вам, понятно, что идти в следующий. Ну что же, наверное, у нас полегулировали, чтобы уехали в отсюда. Друзья, самые теплые чувства. И хотели приехать на работу еще и еще раз. Боксом в городе-курорте занимаются в первой, третьей и шестой спортивных школах. В самом центре города строится новый зал. На этом турнире анапчанки не представлены, но среди девушек до 14 лет в активе наших спортсменок два первых места на всероссийских соревнованиях. У нас впереди краевые соревнования, где у девушек будет возможность, я имею в виду, утвердиться в своем возрастных, я имею в виду, категориях. И на перспективу это, конечно же, будет, я говорю, хорошая сборная у нас, в которой есть хороший тренер. В городской администрации говорят, что Анапа становится популярным местом для проведения турниров самого высокого уровня. Отборочные поединки будут проходить всю неделю. Финал и закрытие турнира состоятся в субботу.